Сороковая глава книги пророка Изекииля В двадцать пятом году по переселении нашим, в начале года, в десятый день месяца, в четырнадцатом году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божьих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж, сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал тебе это, все, что увидишь, возвести дому Израилеву. И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в шесть локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании одну трость толщины и одну трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в одном пороге ворот, одну трость ширины, и в другом пороге одну трость ширины. И в каждой боковой комнате одна трость длины и одна трость ширины, а между комнатами пять локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри одна же трость. И смерил он в притворе ворот внутри одну трость, а в притворе у ворот намерил восемь локтей и два локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у восточных ворот три, с одной стороны, и три с другой. Одна мера во всех трех, и одна мера в столбах с той и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил десять локтей, а длины ворот тринадцать локтей. А перед комнатами выступ в один локоть, и в один же локоть, с другой стороны выступ. Эти комнаты с одной стороны имели шесть локтей, и шесть же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши одной комнаты до крыши другой двадцать пять локтей ширины. Дверь была против двери. А в столбах он насчитал шестьдесят локтей, и в каждом столбе около двора и у ворот. И от передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот пятьдесят локтей. Решетчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их, внутрь ворот кругом. Также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах пальмы. И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты. И каменный помост кругом двора был сделан. Тридцать комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот, соответственно, длине ворот. Этот помост был ниже. И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора сто локтей к востоку и к северу. Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу. И боковые комнаты при них, три с одной стороны и три с другой. И столбы их, и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот. Длина их пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять локтей. И окна их, и выступы их, и пальмы их той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку. И входят к ним с семью ступенями, и перед ними выступы. И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных. И намерил он от ворот до ворот сто локтей. И повел меня на юг, и вот там ворота южные. И намерил он в столбах и выступах такую же меру. И окна в них, и в преддвериях их, такие же, как те окна. Длины пятьдесят локтей, а ширины двадцать пять локтей. Подъем к ним в семь ступеней, преддверия перед ними, и пальмовые украшения. Одно с той стороны и одно с другой на столбах их. И во внутренний двор были южные ворота. И намерил он от ворот до ворот южных сто локтей. И привел он меня через южные ворота во внутренний двор. И намерил в южных воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их, той же меры. И окна в них, и в притворах их были кругом. Всего в длину пятьдесят локтей, а в ширину двадцать пять локтей. Притворы были кругом длиною в двадцать пять локтей, а шириною в пять локтей. И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их, подъем к ним в восемь ступеней. И повел меня восточными воротами на внутренний двор, и намерил в этих воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры. И окна в них, и в притворах их были кругом. Длина пятьдесят локтей, а ширина двадцать пять локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны. Подъем к ним в восемь ступеней. Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их, и притворы их, и окна в них были кругом, всего в длину пятьдесят локтей, и в ширину двадцать пять локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны. Подъем к ним в восемь ступеней. Была также комната со входом в нее у столбов ворот. Там омывают жертвы всесожжения. А в притворе у ворот два стола с одной стороны и два с другой стороны, чтобы заколать на них жертвы всесожжения, и жертвы за грех, и жертвы за преступление. И у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были два стола, и у другого бока, подле притвора у ворот, два стола. Четыре стола с одной стороны и четыре стола с другой стороны по бокам ворот. Всего восемь столов, на которых заколают жертвы. И четыре стола для приготовления всесожжения были из тесанных камней длиною в полтора локтя и шириною в полтора локтя, а вышиною в один локоть. На них кладут орудия для заколания жертвы всесожжения и других жертв. И крюки в одну ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столах клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе, сбоку северных ворот, одна обращена лицом к югу, а другая, сбоку южных ворот, обращена лицом к северу. И сказал он мне, это комната, которая лицом к югу для священников, бодрствующих на страже храма. А комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника, это сыны Садока, которые одни из сынов Левия приближаются к Господу, чтобы служить Ему. Длина притворов двадцать локтей, а ширина в одиннадцать локтей, и всходят в него по десяти ступеням. И были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой. Продолжение следует...